Друзья, всем привет! Меня зовут Владус Сачёв, разговариваем сегодня с Олегом Помечёвым. И, Олег, в первую очередь приветствую вас, а второй, расскажите, каким спортсменом вас в первую очередь надо считать? Кулачником, кикбоксером, боксером, шахматистом, биатлонистом? Кто вы по базе? Добрый вечер, всех приветствую. Ну, вообще, наверное, все-таки боксером базовым. Потому что я 14 лет занимаюсь боксом, и какой бы ни был поединок, я готовлюсь именно по правилам бокса. Поэтому бокс мне помогает во всем, слава богу. А мотивация есть, понимаете, в выставочных поединках, показательных? Мотивация есть всегда, потому что многие люди смотрят это, и нужно проявлять себя, показывать красивый бокс. Потому что у людей в памяти это всегда останется. Плюс ко всему очень крепкий оппонент, бьющий, честно говоря, в плане техники, технического оснащения. Он послабже, я считаю, но тем самым он неудобен, потому что может прилететь с любой стороны. И я думаю, это будет очень интересно. А победа Данилова сильного удивила в последнем поединке? Над кем? Над Слащилим. А кто такой Слащилим? Он мне назвать в Ригали или как? Нет, кто это вообще? Чемпион хардкора, чемпион мирового города. Я не знаю, кто это. Я слышал о нем, но я не вдавался в подробности, кто такой Слащилим. Молодец, красиво. Я видел, кстати, момент нокаут. Бой не видел, видел именно нокаут. Очень красиво, попал хорошо, да, четко. Но я не знаю, кто такой Слащилим просто. Ну, в любом случае, Коля выиграл, молодец. А здесь могу я сделать глобальный вывод, что спортсменов из хардкора вы вообще, в принципе, не знаете и кто они такие? Не-не-не, я знаю некоторых ребят. С некоторыми ребятами я знаком лично. Тренировался в Груши, поэтому я знаю. Очень хорошо к ним отношусь, но с Слащилим я не знаю. Я не знаю, кто это за парень вообще. Победа над Кадисом и Брагимовым в нетипичном виде спорта, в кикбоксинге. Насколько она, можно считать, большой в карьере? Ну, я считаю, что это самый громкий бой для меня был. Потому что я все-таки считаю, что все-таки этот был бой не по моим правилам. В большей степени он был удобен для Хадиса. Вот. Несмотря на то, что это были в основном части, это были руки, но присутствовали и ноги. Мой первый бой по кику вообще в моей жизни. И я почувствовал это. Я после того поединка разговаривал с Николаем Клименко. И он сказал, что он был крайне удивлен, но там, по-моему, даже пожестче чуть-чуть, того, что один из судей отдал победу сопернику. Как вас на это реагировали? Какая реакция была? Да, честно, со стороны жизней я выиграл. А как отдали, так и отдали. Ну, не мне судить. А было ли во время поединка чувство, ощущение такое «да, это мое»? Ну, если честно, если будут какие-то громкие вина и громкие бои, я бы повторил. Но единственное, я бы готовился уже к поединку не три недели, как в этот раз, а, наверное, побольше. Четыре, хорошо. Да, да, да. Ну, вот Ваня Штырков уже несколько поединков провел в кикбоксинге. И вот после первой победы он говорил, ну, там, я готов прям на все, на все, на все, условно говоря. В кикбоксинге какого бы соперника вы хотели бы увидеть в себе? Блин, честно говоря, кикбоксинг я не смотрю и не знаю. Ну, давайте вот прям несколько именов, которые на слуху. Это вот и Вагаб Вагабов, допустим, и Владимир Минеев. Ну, Владимир Минеев, мне кажется, это базовый кикер вообще. Да. Ну, мне кажется, с ним мне было бы очень непросто. И я даже не знаю, как бы, даже не думал об этом. Как бы, но если настанет такой момент, когда придется с ним подраться, значит, такая судьба. Ну, а СВАГА, по-моему, которым вы зарылись в один вечер и одержали в синхронных победах? Ну, с каждым будем драться, конечно. А RCC какие-то вот в этом направлении предложения не поступало? Именно по кику? Пока по кику, да. Ну, пока что нет. А по кулачке? Ну, по кулачке всегда есть какие-то предложения. Потому что кулачка сейчас, это мой основной вид деятельности. Я полюбил кулачку, мне там нравится, мне там комфортно. Ну, нам надо сначала подраться завтра. Достойно подраться. Даст Бог, мы выиграем этот поединок. И уже дальше можно будет рассматривать какие-то другие варианты. А сколько контракты с какой-либо организацией связывают ваши выступления? Ну, допустим, Топдог или Коли отпускает на другие шоу? Ну, вообще, изначально, да, я боец Топдога, у меня контракт с Топдогом, как бы. И все решения мы принимаем командно. Как бы, я один ничего не могу принимать. Не то, что не могу, я могу, но я этого не делаю, потому что один в поле не воин. Как бы, моя задача тренироваться, драться. Менеджеры договариваться, обсуждать какие-то нюансы и так далее, короче. В общем, поэтому мы совместно собираемся, обсуждаем, выгодно, невыгодно и так далее. Предложение поступало от кого-нибудь в поединке с Гаджи автоматом? Ну, естественно, конечно. Не то, что поступали, а... Довалили просто. Ну, я так думаю, что этому бою быть. Только неизвестно когда, потому что Гаджи травмируют, как все знают, да. Либо это будет Топдог, либо это будет РСС, а где еще? А касаемо текущего момента. Какие-то предварительные соглашения были? На поединок с Гаджи? Да. Нет, только устные. Еще был разговор с Евгением Курдановым, он сказал, что считает себя главной звездой кулачного спорта в России. Красавчик, я не знаю. Честно, я говорю, я не знаю, кто это вообще. Ну, слышал о нем, безусловно, но не знаю, что это за боец. А так, конечно, я не считаю себя звездой. Потому что звезды на небе, а мы что, обычные люди. И еще в финале хотел бы такую мысль от вас услышать. Может, есть для вас какие-то интересные бойцы, про которые вы сейчас скажете, и у меня будет повод поговорить с кому-нибудь промоутером. А вот организуйте мячовый бой с этим. Да я, честно, мне все равно с кем драться. Я всегда это с первого своего поединка говорил, мне все равно с кем драться. И это работа менеджера, опять повторюсь. Делать мне бои. Моя задача какая-то тренироваться и выходить на поединке. Вот и все. И может быть какое-то такое финальное слово для соперника перед поединком? Удачи. И все самое наилучшее. Спасибо. Спасибо.